Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время. Итоги» в студии. Владимир Сорокин. Девушки отдыхают В Севастополе министр обороны России Сергей Шойгу посетил Владимирский собор, усыпальницу адмиралов. К нему обратилась председатель российской общины города Раиса Телятникова. Она призналась, что и беспокоит будущее официального Севастополя. И сейчас нам больно, если вдруг пришла наша любимая родина Россия, за которой мы так боролись, и вдруг что-то начнется то же самое, что было все эти 23 года. Мы имеем в виду власть, чтобы, знаете, не пришли люди, которые вчера ненавидели Россию, а сегодня ее за три недели до этого полюбили. Председатель российской общины попросила прислать из России в руководство Севастополя честных и порядочных людей. Ну, депутаты, вы же вам избирайте. Одна из женщин спросила у главы российского военного ведомства, будет ли Севастополь, как в старые добрые времена, закрытым городом. От кого? От России? Нет, от России. В рабочем визите министра обороны России принимал участие и адмирал Игорь Касатонов, бывший командующий Черноморским флотом. Он считает, что самый южный флот страны ждет возрождения былой славы. Еще более мощный, более сильный. Часть из Новороссийска уйдет сюда, это уже рационально, это правильно. Поэтому все идет хорошо очень и, дай бог, тем, кто этим делом занимается. Журналистами был поднят вопрос о судьбе украинских военнослужащих. По мнению Игоря Касатонова, право выбора остается за ними. Украинский флот, с уважением относясь к нему, но он флот малого плавания, он далеко не плавал, и, в общем-то, перспектив особых у него не было и нет. Они переходят к нам, ну вот, насколько выдержат режим плавания, режим службы, это все тяжелые вещи. И, в общем-то, как до Колчака здесь флот прирос к берегу и в море не ходили. Пришел Колчак, все стали ходить в море, это всем не нравилось, вернее, многим не нравилось. Так и здесь, понимаете. Поэтому сейчас очень широкий выбор направления пути, значит, переподготовки, значит, совместные службы, там, переодевание формы, значит, выбор любого театра, значит, и вот все хорошо должно пойти. Сергей Шойгу почтил память адмиралов российского флота, покоящихся в усыпальнице. Было озвучено, что освящение обновленного Владимирского собора состоится 13 мая 2014 года, в день Черноморского флота России. Наталья Брайко, Делевер Меджитов, программа «Наше время». 25 марта председатель Координационного совета Алексей Чалый подписал распоряжение о расформировании отрядов самообороны. Несколькими днями ранее были ликвидированы и блокпосты на въездах в город. Я думаю, что мотивация этого решения совершенно понятна. Внешне враг городу более не угрожает, на территории города не осталось ни одной силовой структуры или воинской части, которые бы подчинялись киевскому правительству. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех самооборонцев. Именно вы в наиболее критические первые дни нашей русской весны оказались единственной силовой структурой, которая защитила новую власть и благодаря которой, собственно, и произошло то, что произошло. Мы стали субъектом Российской Федерации, а не маргинальной территорией националистического государства. Алексей Чалый отметил, революция в городе завершилась. На этой неделе в Севастополе будут сформированы органы федеральной власти. Мы начинаем жить по законам Российской Федерации, соответствующими правовыми последствиями и процессуальными за незаконные действия. Я понимаю желание всех изменить все и сразу, но так не бывает. Власть, которая болела 23 года, потребует некоторого времени для своего лечения. И искать пути лечения нужно на пути эволюционном и законном. Сообщаю о том, что в ближайшее время будет принят устав города, вслед за чем будут проведены выборы в новое законодательное собрание. Именно на этом этапе севастопольцы могут выбрать новую власть. Именно таким способом ее и нужно формировать. Новость о расформировании отрядов самообороны горожане встретили неоднозначно. Одни уверены, в Севастополе обстановка спокойная. Другие же считают, что угроза хоть и скрытая, но существует. Мнение последних поддерживают и добровольцы, которые следили за правопорядком в последние месяцы. В городе ими создано общественное объединение «Севастопольская оборона». Денис Кобылянский три года назад переехал в наш город из Николаева. В члены отрядов самообороны записался в 20-х числах февраля. Не безлично судьба этого города. У меня здесь два брата есть, младший и средний. И постепенно перебрался я сам сюда жить. Мне очень город нравится, культура, общение людей, менталитет. Так как Николаев тоже русскоязычное население, был основан Екатериной в свое время, то есть там тоже проживают такие же самые, как и здесь люди. Штаб самообороны в Севастополе был сформирован 31 января. Здесь записывались добровольцы, неравнодушные граждане города, которые последние два месяца патрулировали улицы и дежурили на блокпостах. После официального сообщения о том, что Крым и Севастополь приняты в Российскую Федерацию, в городе заговорили о распуске отрядов самообороны. 19 марта в стенах штаба провели собрание, на котором приняли решение о создании некоммерческого общественного объединения. На сегодняшний день в Севастопольской обороне 2000 человек. Штаба как такового уже нет, то есть уже у нас спокойно невоенное время, но этот переходный период пока в городе на самом деле существует много правонарушений. У нас работает дежурная группа все время и днем, и ночью, и постоянно звонят. К сожалению, милиция не всегда помогает людям в осуществлении правопорядка. Чтобы не нарушать закон, члены Севастопольской обороны выезжают на вызов с представителями правоохранительных органов, рассказывает Николай Щенников. Устав для некоммерческого общественного объединения подготовила адвокатская палата из Московской области. Он был сделан по российским законам. Объединение является юридическим лицом с момента его регистрации. До осуществления государственной регистрации в соответствии с федеральным законом об общественных объединениях, объединение имеет право функционировать без государственной регистрации. Создан, наверное, повторение народных дружин, то есть по поддержанию общественного порядка, помощи милиции, помощь теперь уже ФСБ и другим органам, контролирующим наведение общественного порядка, в данном случае в городе Севастополь. Обсуждая информацию о том, что отряды самообороны в Севастополе расформированы, горожане не пришли к единому мнению. Я не думаю, что та же самая Украина успокоится на этом. Конечно, нужно. Ну, потому что для охраны, говорится, хочешь мира, готовься к войне. Я на улицах не вижу ничего неспокойного. То есть, да, идешь по улице, все в порядке. То есть, я считаю, что можно их и расформировать. Расформированные блокпосты теперь охраняются военными. Баррикад там уже нет. Но следить за правопорядком на границах города – это уже прерогатива Министерства обороны Российской Федерации и внутренних войск. В Севастопольской обороне, говорят, продолжат и дальше следить за обстановкой в городе, чтобы сохранять благополучие. Сейчас деятельность ведется на голом энтузиазме за счет своих возможностей. Здесь рассказывают, горожане больше не приносят гуманитарной помощи. Но это не принципиально. А финансирование как не поступало никогда от властей города, так и не поступает. Но члены отрядов самообороны готовы к диалогу и уверены, что нужны своему городу. Наталья Двойцина, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Во вторник возле Севастопольского вертолетного завода собрались его сотрудники. Цель – помешать дестабилизации работы предприятия. В частности, люди утверждали, что экс-директор Петр Воронин попытался вывести с территории вертолетки завчасти. Сделать это собравшиеся не позволили. Действующий директор вертолетного завода Василий Зазуля Сетуев, его предшественник Петр Воронин, нынешний главный бухгалтер Татьяна Бережная и ее муж Юрий, работающий начальником отдела внешнеэкономической деятельности, решили разжиться на родном предприятии, что не могло не вызвать возмущение сотрудников вертолетки. Люди уверены – всему виной переходный период, который сейчас переживает наш город. Именно им мы пытаемся воспользоваться нечистые на руку люди. Об этом заявил известный общественный деятель Владимир Тюнин. И сейчас вот в этой мутной воде, когда Украины вроде бы нет, а России еще нет, вот некоторые люди пытаются на заводах, на этих, захватить какую-то часть собственности, что-то вывезти, что-то продать. Но страдать-то кто будет у нас? Люди рано или поздно. Поэтому сейчас у нас получается интересная система. Старый директор завода, которого назначила Украина, назначает коммерческого директора на должность человека по фамилии Скуратовский. Многие в городе знают эту память. И моментально вдруг появляется какой-то вариант сделки, когда нужно вывезти отсюда моторы с вертолетного завода. Работники вертолетного завода в один голос заявляют, что не дадут грабить родное предприятие. Они намерены отстаивать свое право на работу в подобающих условиях до конца. Святослав Данилов, Дельвер Меджитов, программа «Наше время». В начале недели стало известно о конфликте в коллективе судоремонтного завода «Южный Севастополь». Он разделился на два лагеря. Первый – против существующего руководства. Люди считают, оно не принесло предприятию пользы, а наоборот – постепенно разваливает завод. Вторые поддерживают начальство. На чьей стороне правда попыталась разобраться Елена Корнаухова. 24 марта в 9 часов утра коллектив судоремонтного завода собрался на совещание. Общим голосованием было принято решение назначить новое руководство, потому что старым коллектив недоволен. За время его правления судоремонтный завод пришел в запустение, сетуют люди. Плавдок уже в непотребном состоянии, весь ржавый. На нем работать просто небезопасно, говорят сотрудники. Деньги надо не только в терминал вкладывать, ток ремонта требует. Граны каждым годом все меньше и меньше уменьшают им грузоподъемность, потому что они бедненькие, трещат наш. Волнуют сотрудников судоремонтного завода и задержка заработной платы. Всего на СРЗ Южной Севастополя работает 270 человек. Подрядчикам задерживаются выплаты уже полтора года, а людям, задействованным в судоремонте, полтора месяца. Константин Фолков говорит, только по судоремонту за последние полтора года образовалась задолженность в размере 15 миллионов гривен. Все деньги, которые нам вовремя платят заказчики, и российские, и иностранные, все деньги приходят к нам на завод, но они почему-то доходят до банка, в котором мы обслуживаемся, банк столичный, с юрисдикцией в городе Сумы, и дальше на завод не приходят. Сотрудники завода хотят, чтобы он перешел в собственность Российской Федерации. Держава навела здесь порядок, и люди смогли работать в нормальных условиях и чувствовать себя в безопасности. Мы за то, чтобы нам взяли нас, скажем так, российское, тем более завод государственный, должна Россия нас взять под свое крыло, скажем так, провести здесь ревизию нормальную, что где как, и начинать работать как положено. Из-за недовольства руководством сотрудники завода провели собрание, на котором назначили нового представителя их интересов. Им стал Константин Фолков. А старых руководителей люди не пустили на территорию предприятия. Чтобы сотрудники завода были под защитой, они пригласили казаков. Их приехало 60 человек. Позавчера к нам обратились представители трудового коллектива с просьбой дать им возможность провести собрание, принять решение и выбрать свое руководство завода. То есть они нас попросили физической защиты. То, что мы и сделали. Руководители завода, которых не пустили на КПП, с самого утра стоят под его дверями. Они называют все происходящее рейдерским захватом. Это рейдерский захват. Самый обыкновенный, банальный. Потому что в правовом государстве вопросы, какие бы они не были, какой бы формы они не были, они путем казаков на КПП не решаются. Некоторые сотрудники завода принципиально не идут на работу, потому что также не согласны с происходящим и считают действия оппонентов неправомерными. Появился человек, который не согласен, возможно, я думаю, с экономической политикой предприятия, которую ведет. И на этом фоне организовал спланированную акцию. Игорь Чистяков рассказал, было принято решение отключить электроэнергию. Во-первых, там электроэнергия, там высокое напряжение. Допуск по эксплуатации данного оборудования у господина Муравского, нашего главного энергетика, Коева на завод не пустили. Что, по вашему мнению, должен был сделать господин Муравский? Оставить все на самотек? Нет. Он позвонил в электросети, предупредил, что их надо отключить, поскольку его не допустили на рабочее место. Произошло отключение. Старший электромеханик Василий Грудский рассказал, из-за того, что электроэнергия была отключена, плавдок уже существенно накремился влево. А это чревато опасной ситуацией. А сейчас на ремонте находится судно. Чем это все закончится, неизвестно. Сегодня отключили электроэнергию. Техническое состояние только такое, что если мы не будем постоянно следить за креном-дифферентом, у нас может произойти авария. У нас будет крен на какой-то борт, сорвутся краны, упадут. У КПП недопущенное руководство ждет приезда представителей городских властей, чтобы они разобрались в ситуации. Другая сторона конфликта. Сотрудники, оставшиеся на территории завода, ожидают также поддержки Алексея Чалова, которому они отправили протокол с претензиями и просьбой помочь в их проблемах. Елена Карнухова, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». В пятницу конфликт членов трудового коллектива судоремонтного завода «Южный Севастополь» с прежним руководством перерос в кровавое побоище. Последствия далеко не мирного решения назревших вопросов запечатлела наша съемочная группа. 24 марта коллектив завода «Южный Севастополь» на общем собрании выразил недоверие действующему руководству и избрал новое, возглавлять которое поручил Константину Фолкову. Согласно его распоряжению, прежнее начальство на территорию завода входить уже не могло. Однако 28 марта ситуация резко изменилась. На буксире подошли 15 человек с автоматами, которых возглавлял один из предыдущих руководителей завода, Чистяков. Полностью выгнали всех, весь трудовой коллектив на улицу. Вытащили меня с шестого этажа, с первого по шестой этаж протащили за шиворот и монотонно минут 10 били. Избиению подверглись многие, кто находился в административном корпусе и попал в немилость неизвестных вооруженных людей. Причем ретивые военные или полувоенные не обращали внимания ни на пол, ни на должности. Вокруг меня тут же собрались, окружили 5-7 вооруженных людей. Ко мне потянулись руки, я попытался увернуться, посыпались удары. На помощь работникам завода прибыли участники самообороны Севастополя. Досталось и им. Выскочили из-за ворот люди в масках и начали тупо избивать, вот 4 человека со мной было, тупо избивать на глазах у людей, на асфальте, будем говорить, и работники милиции все это видели. Со слов работников предприятия коллектив завода обращался к народному мэру Севастополя Алексею Чалому с просьбой вникнуть в ситуацию. Однако практических мер по разрешению конфликта так и не дождался. А тем временем активизировались прежние руководители завода. Но вопрос, теми ли формами и методами воспользовались? Севастопольцами так нельзя, мои дорогие. Нельзя так. Это к хорошему ничему не приведет. Мы на эту власть надеемся, в конце концов, на российскую. И в качестве послесловия. Весь день 28 марта мы пытались связаться с прежними руководителями завода. Они неоднократно переносили время встречи, на которую, в конце концов, так и не прибыли. И, несмотря на явное неуважение к труду работников средств массовой информации, мы все же оставляем за ними право на ответ. Татьяна Колесниченко, Николай Скребец. Программа «Наше время». 26 марта представитель Севастопольской федеральной миграционной службы Виктория Гичков встретилась с журналистами. Брифинг посвятили одному вопросу – получение российского паспорта. Обо всех нюансах процедуры оформления заветного документа расскажет Наталья Брайко. Один из главных вопросов, который сегодня волнует горожан – получение российского паспорта. С этим связано много неясностей, недоразумений, ошибок. Представитель Федеральной миграционной службы в Севастополе еще раз напомнила основания, по которым будут вдаваться паспорта. Это граждане Украины, постоянно проживающие на территории Крыма, то есть имеющие, которые этот факт могут подтвердить документально. Это указание регистрации постоянного места жительства в домовой книге, карточки прописки, штампов паспорте на 18 марта 2014 года. День подписания договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополь. Для оформления российского паспорта необходимы паспорт гражданина Украины – оригинал и копия, свидетельство о рождении – оригинал и копия, свидетельство о браке или расторжении брака – оригинал и копия, две фотографии, свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста – оригинал и копия, заявление о выдаче паспорта. ФМС подчеркнули, что заявление выдается бесплатно. Госпошлина не взимается. Документы на украинском не нужно переводить на русский язык. Паспорт гражданина России жителям Крыма предоставляется бесплатно. Сотрудники ФМС ведут прием граждан по месту жительства. Балаклавский районный отдел управления государственной миграционной службы в Севастополе, улица Невская, 5. Гагаринский районный отдел управления государственной миграционной службы в Севастополе, улица Кисаева, 15А. Ленинский районный отдел управления государственной миграционной службы в Севастополе, улица Воронина, 11. Нахимовский районный отдел управления государственной миграционной службы в Севастополе, улица Рабочая, 31. Военнослужащие Российской Федерации и члены их семей могут подать также документы по адресу. Севастополь, улица Ленина, 9, Дом офицеров Черноморского флота Российской Федерации. Особое внимание представитель ФМС обратила на правильное заполнение заявления. Также многих волнует вопрос о жителях Севастополя, который в настоящее время находится не на территории города и полуострова. Если он находится на территории Российской Федерации, то он может обратиться в любое подразделение Федеральной миграционной службы на территории России и также получить паспорт гражданина Российской Федерации. Если он находится где-то за пределами Российской Федерации, также по прибытии на территорию Российской Федерации он будет иметь право для того, чтобы обратиться за получением паспорта гражданина России. То есть это время не ограничено. Ограничено лишь время для подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве России до 18 апреля включительно. Все лица, которые не зарегистрированы в Севастополе и Крыму на 18 марта 2014 года – иностранцы. У них месяц для того, чтобы выехать с территории Крыма, въехать и оформить все разрешительные документы. Если иностранный гражданин не может выехать с полуострова по состоянию здоровья или по другой причине, ФМС будет рассматривать каждый случай отдельно. У тех же, кто опасается возвращения на Украину, есть возможность получить политическое убежище и статус беженца. Специалисты по оформлению разрешения на временное проживание в России, видов на жительство, в том числе, я думаю, что статус беженца, они уже едут сюда. Для решения этих вопросов в ближайшее время. Представитель Федеральной миграционной службы Севастополя Виктория Гичко заверила журналистов, что паспорта гражданина Российской Федерации будут выдаваться постоянно. Ажиотажа быть не должно. Наталья Брайку, Денис Александрович, программа «Наше время». Рубль без границ. С 24 марта Крым и Севастополь – двувалютная зона. В качестве оплаты предприятия региона отныне принимают не только украинскую гривну, но и валюту России. Денежной единицей на полуострове теперь официально считается рубль. Столкнутся ли севастопольцы с трудностями перевода курса, выясняла Александра Толкачева. Человек с рублем, как называют в народе памятник рабочему с флагом, теперь не только достопримечательность севморзавода. Отныне рассчитываться российской валютой в магазинах и на рынках города не только можно, но и нужно. Уже официально. Так решили депутаты на заседании законодательного собрания. Двойные ценники на товарах появились на полуострове с самого утра. Тогда же продавцы начали пересчитывать первый рублевый почин. Первые рубли пришли ко мне. Первая выручка с рублями. Очень даже хорошо. Приятно их в руках держать, честно говорю. Гордость за то, что у нас наконец-то наш Крым стал Российской Федерацией. Для ряда магазинов переход на расчеты в рублях может затянуться. Основная сложность связана с необходимостью перепрограммировать кассовые аппараты. Пока в Севастопольской налоговой ищут оптимальное решение – перенастраивать приборы на работу с двумя валютами, либо приобретать новые в России. Расчеты с покупателями производятся пока в гривне. Завтра ждем совещания, на котором получим более детальные шаги, по которым мы сможем перерегистрировать свои кассовые аппараты и принимать уже от покупателей две валюты. В большинстве севастопольских магазинов стоимость пока тоже указана в гривнах. Комплекты ценников в рублях продавцы обещают расклеить в ближайшее время. Пока же учатся отличать фальшивые деньги от настоящих и преодолевая трудности перевода из одной валюты в другую. Сейчас фиксированный курс обмена составляет 3,80 за гривну. Курс на рубль взяли и севастопольцы. Гривна сейчас пока еще скопилась, есть пока. Желательно, чтобы ее побыстрее реализовать в рубли, а потом уже жить, как все россияне по рублю самой жить. Ну, избавляться от гривен равно, потому что у многих есть запасы, конечно, гривны. Но потихоньку все образуется. Главное, чтобы за пресс можно было платить, а так мне все равно. Пенсии и заработные платы горожане будут получать уже в рублях. Все начисления, а это налоговые платежи и расчеты, будут производиться также в российской валюте. В кошельках гривна останется до 2016 года. А после этого единственной законной воютой Крыма и Севастополя будет рубль. Александра Толкачева, Олег Ивашенко. Программа «Наше время». По ком звенят монеты? Проблема нехватки мелочи в считанные дни сменилась ее переизбытком. В магазинах и общественном транспорте копейки принимают неохотно. Зато сдачу медиками дают с удовольствием. Этот ящик весом не менее пяти килограммов – настоящий золотник. Мал да дорог. Руководствуясь принципом «копейка рубль бережет», Александр из года в год складывал сюда десятикопеечные монеты. Даже придумал хитрый способ их пересчитывать. Только вот теперь, когда в ходу появились первые рубли, незатейливое хобби стало настоящей абузой. В шутке, что этот клад легче закопать, чем обменять, есть доля правды. Вот здесь вот находится гривень 500. Сейчас, как не принимают мелочь в магазине, не знаю, наверное, поедем попробуем банк поменять. С пятикилограммовой копилкой идем в магазин. Но попытка купить что-либо на мелочь заканчивается неудачей. Продавцы просто отказываются принимать монеты. Столь нужным еще неделю назад для сдачи копейкам теперь грош цена. Они превратились в неубывающие золотые россыпи. В день, признаются продавцы, выручка составляет от 50 до 200 гривен мелочью. Покинайте не мелочью, а ну пожалуйста. Севастопольцы уже окрестили это явление золотой лихорадкой наоборот. В общественном транспорте и у магазинов толпы желающих избавиться от накопившейся мелочи. Вот сейчас иду в магазин разбираться. Если не возьмут мелочь, тогда буду ругаться. Если мелочь начинаешь предлагать, они говорят, что не нужно, и все. Ну ничего, гривна еще будет ходить, поэтому ничего страшного. В том же транспорте расплатимся. Сотрудники банка, которые помнят, как стартовал монетный бум, рассказывают, ажиотаж начался после референдума, когда стало известно, что Крым и Севастополь вскоре официально станут двуовалютной зоной. Раньше мелочи-то не было. И пойдешь на рынок, и мелочи почему-то не было. Всегда просили там дать тебе 25 копеек 50. А сейчас появилась мелочь. Это, как говорится, ну это как люди собирают, дети собирают копилочку. Когда всех соберешь вместе, получается большой объем. А вот в банках, в отличие от магазинов, мелочь принимать просто обязаны. На утреннем совещании в Севастопольской администрации руководителям финансовых организаций поручили брать монеты без количественных ограничений. Было совещание, банками мы проговорили, все, вроде они подтвердили. Сейчас будем к концу дня смотреть ситуацию, мониторить. Что там к вечеру инкассация когда будет, будем смотреть. В банке за 5-килограммовый ящик мелочи Александру вручили всего одну невесомую купюру. 500 гривен. Мелочь, но приятно. Александра Толкачева, Денис Александрович. Программа «Наше время». Российская пенсия по-крымски. Социальные пособия наконец-то выдают. Но уже в рублях. У почтовых отделений очереди. Обеспечение выплачивают и клиентам банков. Из-за разницы в курсе пачки с купюрами значительно объемнее. Жмут ли карман российские деньги, узнавала Александра Толкачева. У почтовых касс настоящий ажиотаж. Посетители занимают очередь за полтора часа до открытия. Все потому, что филиалы некоторых банков временно не работают. Их обязательство по выдаче пенсии взяла на себя почта. Для клиентов кредитных учреждений тут выделили специальные окошки. Людей возле них больше всего. Признаются, эта пенсия стала долгожданной вдвойне. Пособия пожилым людям теперь выдают в российских рублях. Деньги-то большие. Может, кошелек побольше купим? Да, придется покупать побольше кошелек. Если пачку-то получил, не помещается в кошелке. Но мартовская пенсия велика пока только на вид. Выплаты пожилые люди получают хоть и в рублях, но по украинским расчетам. Без индексации. Курс составил 3 рубля 80 копеек за гривну. В пенсионном фонде, говорят, увеличение будет проводиться постепенно, чтобы не вызвать всплеска инфляции. Это копюры. 100 рублей. Вот так они должны быть. Это вот, по 50. Сотрудницы почты не без гордости показывают новенькие банкноты номиналом 50, 100 и 1000 рублей. Говорят, выдали им и мелочь. Однако сдачу отпускать все равно проблематично. Немножко проблемы есть с сдачей, потому что пришли деньги, мелких рублей нету. Приходится мелочи давать. Выплату за март получат более 100 тысяч гражданских лиц и 18 тысяч военнослужащих. Всего севастопольским пенсионерам выдадут 211 миллионов 901 тысячу рублей. Александра Толкачева, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Во вторник гуманитарную автопомощь, предоставленную Севастополю правительством Москвы, вручили балансодержателям. Ключи от спецтехники коммунальным предприятиям раздавали на территории АТП-14-330. Чей именно автопарк пополнился современными машинами, знает Ольга Деменчук. Вручаем вам две единицы спецтехники для выполнения ваших задач на территории города Севастополя. Отныне гуманитарный автогруз из Москвы распределен между балансодержателями. Раздача технических паспортов и ключей проходила на территории АТП-14-330. Сюда спецтехника автоколонны поступила 17 марта. Всего 45 видов машин. В данной гуманитарной помощи, поступившей уже в Севастополь, в наличии 20 автобусов-микроавтобусов, техника уборочная для города, 11 пожарных машин, скорая помощь, автомобили, микроавтобусы, приспособленные для перевозки инвалидов. Николай Левинцев перевозит пассажиров уже почти с 30 лет. Рассказывает, за годы работы приходилось водить различного рода транспорт за рулем такого современного и комфортабельного автобуса впервые. Приходилось на разных, но именно на таком нет. Очень простой автобус, удобный, легкий, сложности никакой нет. Так что будем работать, будем перевозить пассажиров, доставлять им радость. Там уже идет автоматическая коробка передач, двигателя Евро-400 и Атмановские. То есть для нас еще эти автобусы, конечно, в новшестве все. Все мы их будем изучать и в технической эксплуатации будем с ними работать. Автопарк АПСЕВ «Электроавтотранс» пополнится 10 автобусами марки «ЛиАЗ», 5 низкопольными и 5 для междугородных перевозок. На такие маршруты они выйдут, пока неизвестно. Зато уже известно, как распределится пожарная техника. Три машины будет эксплуатировать управление по вопросам гражданской защиты. А остальные семь, в числе которых и 52-метровая пожарная автолестница, достались службе МЧС. У нас в городе больше 83 здания повышенной этажности. Из 83 зданий 81 здание – это жилые здания, в которых находится не одна тысяча людей. И в случае возникновения какой-то ситуации, само собой, лестница, которая у нас стоит в боевом расчете, 30-метровая, мы не в силах что-либо сделать. А так сейчас, конечно, мы очень рады этому событию, будем повышать свой профессионализм. Повышать профессионализм будут и сотрудники Горсвета. Это коммунальное предприятие, как и КП «Благоустройство», приняло на баланс один из прибывших автор гидроподъемников. «Предприятие получает новый КАМАЗ, 22 метра, который будет обслуживать город, там, где простой машиной не подъедешь, 18-метровый, это у нас пол не устраивает». Автоновинки появились и в сфере медицинского обслуживания. Парк скорой помощи пополнился одним автомобилем. Ещё три для перевозки инвалидов получил Центр социального обслуживания. Кроме этого, 10 снегоуборочных и поливомоечных машин взяло на баланс КП «Део». Две и лососные машины достались водоканалу. Спецтехника – это лишь часть груза гуманитарной помощи, которую Севастополю оказала Москва. Здесь и спортивный инвентарь, и школьное оборудование, и предметы гигиены, лекарства и продукты. Общий объём – 90 кубометров. Куда и хому достанется эта часть помощи, решит комиссия по приёму гуманитарного груза. Ольга Деменчук, Деревер Меджидов, программа «Наше время». 30 марта Крым перейдёт на московское время. Такое решение приняли ещё 17 марта на заседании Верховного Совета Республики. В постановлении говорится установить на территории Крыма порядок исчисления времени в соответствии с третьим часовым поясом. Таким образом, ночь на 30 марта стрелки часов необходимо будет перевести на два часа вперёд. Такими были события уходящей недели. Вы смотрели программу «Наше время. Итоги». В студии был Владимир Сорокин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова